Практическая психология Проговорить пригласила неопсихолога, а также корпоративного тренера Ольгу Счастливцеву. Оля, здравствуйте. Здравствуйте. Вот смотрите, кто-то... Сразу же перейду к тексту, который вот вчера мне написала девушка, Екатерина Викторовна подписалась, да? История из жизни. «Наше короткое лето не успевает начаться, как уже в перспективе алые гроздья рябины маячит сентябрь. Я не успела выгулять тем прошлым летом свои три нарядных платья. Так что в это лето даже решилась ничего не шить себе. Потому что самой популярной одеждой у нас в наших широтах являются брюки и куртка. А потому для себя вообще решила раз и навсегда не очаровываться ожиданием лета, чтобы не было разочарования. А жить вот так, как есть. Скучно, серо и по-холодному. Вот как-то вот так, с уважением, Екатерина Викторовна, по-холодному. Мне как-то сразу же так, знаете, хочется плед, согреться. Вот сейчас у нас за окном солнце, оно понятно, да? Но ведь вчера, вот ещё вспомните, да, не было солнца. Вчера было холодно. Солнца не было, и было холодно. Да, и тем не менее к лету мы приближаемся. Как сделать так, чтобы не разочаровываться? Как сделать так, чтобы вот эти три месяца, которые у нас называются летними, июль, июль, август, стали точкой роста, наверное, да? Может быть, яркими победами, какими-то событиями. На самом деле, если, к слову, разочаровываться, да, разочаровался, то есть спали чары, да? Что такое чары, да? Ну, вспомнить какие-то сказки, да? То есть это как наваждение какое-то. Когда человек себе что-то придумывает и ждёт, да, это как повышенное ожидание. Конечно, нас всегда постигает разочарование, и неважно, эти ожидания по поводу лета, по поводу самого себя, по поводу другого человека. Я думаю, что эта женщина написала абсолютно правильно «Жить как есть» по ходу пьесы, да, что-то в этом духе у неё было, да? Но вот единственное, что «Серо», «Холодно», ну, я не знаю, вот эту часть можно и не добавлять. Жить по ходу течения жизни, как оно есть, это здорово, это, мне кажется, признак зрелого, здорового человека, взрослого человека. И вообще, вы знаете, было как-то у нас одно лето, и я себе купила кожаный жакет. К этому жакету я купила такие, я не знаю, как они правильно называются, такие длинные-длинные до локтя рукава. Я себе купила ещё тёплую юбку миди. Такое было лето, да? Да, тёплую юбку миди и очень красивый палантин. И я всё лето ходила просто шикарно. Поэтому, уважаемые дамы, если у вас летнее платье есть, это классно. Купите себе что-нибудь новое к этому лету, если оно будет дождливым и холодным. И тоже будьте красивыми, и никакого разочарования не будет. Я думаю, что вокруг все будут очаровываться, какая вы красивая, какая вы интересная, яркая, эротичная. Я думаю, что такой можно себя чувствовать летом гораздо легче. Нету снега, нету шубы, все наряды видны. Отлично. Ну хотя бы, знаете, Екатерина Викторовна, я понимаю, потому что, в принципе, я тут тоже сшила себе три наряда, как у неё написано, тоже три наряда, и думаю, ну июнь, июля, и август должно хватить. Если, конечно, лето будет, потому что хочется в это верить. Конечно, хочется. Итак, можно не привязываться к сезонам, правда? Можно не привязываться к сезонам, тем более мы живём в нашей широте, но не первый год. То есть уже знаем, к чему готовиться. Разочаровываться, ну я думаю, что, ну, вопрос, а зачем я это делаю? Зачем я разочаровываюсь? А зачем я не хочу себе никаких нарядов? А зачем я не хочу жить каждый день? Ну вот солнечно, вот листики за окном. Пускай даже плюс 10. А зачем я не хочу жить? Вот это очень хороший вопрос. Он часто помогает. Зачем мне такое настроение? Почему я не хочу замечать каких-то изменений? Даже не почему. Зачем я это делаю? Для чего? Конечно. То есть мы ищем вторичную выгоду, да? Это вторичная выгода. И если человек решил отложить свои наряды на потом, ну классно, потому что ходить в лёгком платье в плюс 10, это опасно для здоровья. Оденьте красивое тёплое платье и гуляйте летом в плюс 10, наслаждайтесь жизнью. Не разочаровывайтесь, да? Хорошо. Смотрите, вот эта же позиция такая, откладывать жизнь на потом. Да. То есть я хочу что-то, ну вот сегодня я бы хотела, чтобы было лето, солнечно, ещё что-то, но это не случилось. Я уже себе изначально испортила настроение, я уже нашла кучу поводов для того, чтобы поворчать, может быть, там даже где-то поэмоционировать, поагрессировать, да, на окружающих. И когда это начинается, первый вопрос, который ты себе задаёшь, зачем я это делаю? Да, зачем я это делаю? И более того, я уверена, что если на улице будет плюс 30, да, можно сказать, что вот у меня это платье под высокий каблук, а на плоском ходу я это платье не одю, но опять очень жарко. И опять у меня туфель, оказывается, нет, да? Да, и я, пожалуй, тоже никуда сегодня не пойду из дома. И здесь важно понять, что на самом деле дело не в погоде, а дело во внутреннем состоянии и в каких-то внутренних причинах, во вторичных выгодах. Вот и всё. А причина внешняя всегда найдётся. Итак, у нас есть люди, которые летом уходят в отпуск, а есть люди, которые вот уже сходили в отпуск зимой, весной, осенью, может быть, ещё пойдут. Но лето – это тот самый период, когда им нужно будет работать. Давайте сначала разберём историю, да, каким образом пережить лето, если ты не в отпуск, если ты изо дня в день должен 8 часов быть на работе, там, в куче бумаг, отчётов, ещё чего-то, а за окном самое настоящее лето. Маленькая жизнь. Да, что порекомендуете? Вот чтобы не было такого, что, да, маленькая жизнь проходит, а я не сижу. Вы знаете, я, когда работала преподавателем, летом я не работала никогда, естественно, как и все преподаватели. И когда в моей жизни появилась работа вот с 8 до 5 в офисе, для меня это была катастрофа, это правда. Да, правда. Но на самом деле это тоже не повод откладывать лето на потом. Всегда есть вечер после работы, и есть много мест, куда можно пойти. Всегда есть обеденное время, и всегда с собой можно взять какую-то сумочку, чтобы переодеться. То есть из офисной, например, этой же одежде, да, когда чувствуешь себя футляром. Конечно, в совершенно другую расслабленную, и уже запланировать себе. Вы знаете, успешные люди, я с такими знакома, предприниматели и бизнесмены, они планируют свой отдых. Они работают 24 часа в сутки, 4 сезона в году, и они планируют свой обед, они планируют свой отдых, они планируют занятия своим хобби, и в это время они никогда не берут телефон. Потому что если они не будут планировать, то работа их съест. Поэтому почему бы нам не взять в практику опыт и ежедневные традиции успешных людей? Хорошо, вы рекомендуете, как это сделать. Что необходимо сделать? Например, вы говорите 24 часа в сутки, ты думаешь о работе, работу думает о тебе, и в эти 24 часа в сутки ты должен найти время для себя, время для того, чтобы насладиться этим летом, время для друзей, время для спорта, хобби, еще для чего-то. Вы знаете, вот трудоголики, я недавно выяснила, что, к сожалению, я, по-моему, трудоголик. И что же делать? Трудно отдыхать, оказывается. Это правда. Поэтому тут нужно понять одну простую вещь, что мы не можем не кушать, иначе наш организм не будет работать. Мы не можем не спать, иначе организм просто не даст работать. Мы не можем не отдыхать, мы не можем не наполнять себя позитивными эмоциями, иначе мы не сможем работать. И если вы трудоголик, или вам трудно отдыхать, или у вас падает настроение от того, что вы летом работаете, значит, вы обязаны понять одну простую вещь. Вам необходимо с усилием воли включить в свое расписание отдых после 18.00. И запланировать прогулку, договориться с друзьями. Если вы хотите съездить к воде на пляж, но солнца нету, ну и даже хорошо, вы не обгорите, в конце концов. Возьмите с собой обувь. Даже тут найти нужно положительное. Возьмите плед, возьмите что-то вкусненькое, съездите к озеру и просто побудьте у этой воды. То есть это нужно просто планировать и для себя понять, что если вы себе не сделаете хорошо, но никто не сделает вам хорошо, вы должны, вы просто обязаны для себя это запланировать. Отлично. Вот сегодня передает прогноз погоды по радиостанции о том, что сейчас будет все теплее и теплее, а вот пятница, суббота и воскресенье там будут дожди и будет опять похолодание. Классно. А вы заранее. Я слышу, как моя коллега говорит, ну вот правильно, всегда так. Как у меня выходной с суббота и воскресенье, так вот какая-то такая странность с погодой. Да, но это же великолепно. А вы запланируете по прогнозу погоды, если погода не очень, ну съездите на базу, прекрасная база отдыха, которая вам нравится, да, или вы слышали какие-то. Поглядьте по лесу, да. Вы запланируете, что вы на субботу и воскресенье едете туда, а там, может быть, есть камин, а там есть тоже приятное времяпрепровождение, там есть лес под зонтиком. Возьмите с собой калоши или резиновые сапоги, и ваши выходные будут великолепные. То есть расширяйте горизонты и варианты. Я думаю, что все успешные люди и все счастливые люди делают именно так. Хорошо. Возьмем на вооружение. Итак, тем не менее, значит, если вы работаете, понимаете, что отпуск у вас еще далеко или уже был, а лето, вот оно уже звучит, на все голоса птиц уже мы слушаем и наслаждаемся, да, мы должны найти для себя это вот время. Плюс ко всему, какие-то планы нужно строить на лето? Да, конечно, планы нужно строить на лето. Такие? Что можно сделать летом так, чтобы лето было незабываемым? Ну, знаете, первое, что мне сейчас пришло в голову, зимой не покатаешься на теплоходике. Да, зимой просто, ну не знаю, в туфельках и в красивом шарфе, даже если опять эти же пресловутые плюс 10, тоже не прогуляешься, да. Летом вообще очень приятно даже какие-то деловые встречи решать на улице. И если в вашей работе это возможно, то почему бы встречу в офисе не перенести на встречу на набережной? И эти же вопросы с ноутбуком на лавочке под деревом решать там. То есть вы должны просто понимать, что каждый день вы можете в свой горшочек души по одной жемчужинке складывать. А можете складывать не жемчужинки. Вы выбираете сами. То есть вы планируете свою счастливую жизнь. Я думаю, что планы вас-таки и спасут, если вы работаете. Вот именно, да, я к этому и подвожу. О том, что было бы неплохо, кто-то говорит, мы против всевозможных списков, против всевозможных планов, а я вот за. Я за то, чтобы был план, например, на июнь, да, причем такой, знаете, план приятных пунктиков, как я называю. Вот, например, у меня есть пункт, я с нетерпением, у меня дети ждут, устроите в конце мая вечер вот этих воздушных фонарей. Когда будем зажигать фонари, они будут подниматься вверх. Да, можно много что придумать, причем это все копейка, копейки стоят. Главное, чтобы было желание и у вас была возможность, да, всем вместе собраться. Хорошо, что еще хотелось бы лично вам этим летом прочувствовать? Может быть, мы тоже примем это к сведению. Ну, на самом деле, я очень люблю солнце. Я буквально, мне кажется, его ем. Поэтому, если зимой выглядывает солнышко, я просто вот впитываю, как губка. Я даже представляю, как каждая клеточка, каждая пора вбирает это в себя. Летом тем более мне, в принципе, хорошо. Дождь ли, солнце ли. Я просто наслаждаюсь, что вот так приятно моему телу. Я стараюсь фокусировать свое внимание на очень приятных ощущениях. Они очень питают тело. Я стараюсь смотреть на голубое небо. То есть я фокус своего внимания направляю на то, что ресурсно. И неважно, сижу я в офисе или я сижу не в офисе. У меня работа, она вообще не с 8 до 5. И я иногда не понимаю, какой день недели, потому что выходные у меня тоже были тренинги или консультации, или бизнес-встречи. Поэтому я просто что делаю? Фокусирую свое внимание на чем-то приятном. Вот и все. Отлично. Это же мы рекомендуем и нашим слушателям. Но еще, например, такие маленькие хитрости, как вот сейчас вы замечаете, цветет черемуха, скоро зацветет сирень, сейчас время тюльпанов. То есть все вот эти приятные летние, весенние мелочи мы можем с вами насобирать охапками, поставить, например, в эти же вазы, да, и опять-таки, будь то в офисе или же дома, да, получается, лето вместе с вами. Лето вместе с вами, оно всегда, и мне кажется, что если вы не можете отменить работу летом, и не хотите этого делать, ну, значит, наполните эту работу действительно чем-то приятным. А то работа как каторга, ну, честное слово. Что-то здесь не то, мне кажется. Итак, если же вы все-таки собираетесь в отпуск, это, конечно же, вы счастливый человек. Лето, мало того, да еще и в отпуск, и, наверное, куда-нибудь рванете. Кстати, по поводу. Можно, например, опять-таки, летом, да, взять палатки, взять провизию и отправиться всей семьей или с коллегами, например, куда-нибудь в поход, если вы давно не занимались этим прелестным мероприятием, да. Итак, если же вы собираетесь в отпуск, то тогда что нужно сделать обязательно человеку, который решил летом отдохнуть? Ну, мне кажется, все очевидно. Собрать свой чемодан. Взять с собой хорошее настроение. Что здесь можно еще сделать? Ну, во-первых, почитайте и узнайте о том месте, о самых интересных событиях, куда вы отправляетесь, в какую страну или в какой-то город, да, чтобы уже знать, что вас там может ожидать и жить, опять-таки, вот, может быть, кому-то не нравится это слово, да, в предвкушении, но я очень люблю, когда я уже оказываюсь в той или иной стране и говорю, о, я об этом читала, я вот здесь вот это знаю, я вот это видела уже, и как будто бы меня встречает не какой-то незнакомец, да, а какая-то уже добрая старая подруга. Ну, это, да, совсем по-другому такое путешествие происходит. Все, конечно, ведь по-разному собираются в отпуск. Кто-то едет на пляж отдохнуть, полежать, погреться на солнышке. Для кого-то пассивный отдых, да, это великолепно. Да, ему никуда не хочется, поэтому здесь главное правильно собрать чемодан и наслаждаться. А кто ездит на экскурсии, да, я тоже замечала, когда я знаю то место, куда я еду, совсем по-другому уже. Распринимается все. С этим улочком, да, и я еще очень люблю общаться, очень люблю знакомиться. У меня вообще такая мысль, что вот, ну, весь мир наш дом. Поэтому, конечно же, очень стоит знакомиться, общаться и заводить дружественные связи. А сейчас мы об этом более подробно. Вот смотрите, например, у меня один знакомый всегда перед тем, как куда-то поехать, да, он прямо в Фейсбуке пишет о том, что ребята собираются там, например, в Латвию, посоветуйте или порекомендуйте, какие там есть атмосферные места, куда можно сходить, что обязательно не пропустить. И тут же он получает массу практических таких советов, да, где вы можете действительно их взять и принять к сведению, да, и использовать. Потому что если мы просто приезжаем и не знаем, что, куда, к чему, почему, то и качество отдыха будет совсем другое, да? Да, кстати, про откладывание на потом. Вот мне кажется, сбор такой информации точно не стоит откладывать на потом для того, чтобы просто не нервничать. И я знаю, что существуют сайты, где вот путешественники выкладывают свои рекомендации, куда сходить, что с собой взять, по валюте, там, надо ли менять, не надо, с чем можно столкнуться, да, как себя вести. И вот это точно не надо откладывать на потом. Да, действительно. К тому же сейчас очень активно развиты, например, такие группы тоже в социальных сетях, да, где вы приезжаете, например, даже совсем в другую страну, вот у меня, например, опять-таки уже другой знакомый ездил в Австралию, и перед тем, как поехать, он просто списался, вот вступил в эту группу, и дальше все там две недели он провел в компании русскоязычных, англоязычных, да, француз, кто говорит на французском языке, потому что он полиглот, но он говорит, что у меня ни одного вечера, ни одного дня не было такого, что я вот тут один такой приехал и не знаю, чем заняться, да. То есть люди активно подключаются, даже если вы просто написали, я сейчас нахожусь вот там-то и там-то, и хочу поужинать, например, да, если вы свободны, можете ко мне присоединиться, то пара-тройка людей всегда подходили, говорили, о, привет, мы рады тебя видеть, что там в России, расскажи об этом. То есть люди, вот как вы и сказали, да, они очень активны, они очень коммуникативны, то есть они готовы общаться и делиться своим опытом, и в то же время ведь это, смотрите, процесс наполнения, да? Абсолютно. Абсолютно. Поэтому, да, сейчас век такой, что, по сути говоря, границ нету, и этим надо пользоваться. Ещё мне очень понравилась тема, это вот тоже на вооружение, да, например, опять-таки, ребята, которые постоянно не выпускают из рук фотоаппараты, да, сейчас, мне кажется, очень много таких фотографов-любителей, да, если вы поехали куда-то в отпуск, то фотографируйте всё, что вам нравится, всё, что вы видите, да, всё, что радует ваш взгляд, да? Это, кстати, можно делать даже вот здесь в течение лета, кажется, да, в нашем городе, понимаете? Абсолютно верно. И тогда это маленькие воспоминания, и вот она зафиксированная, маленькая летняя жизнь, потом воспоминаниями приятными будет согревать и наполнять. Опять-таки, фотоаппарат, он очень помогает фокусировать внимание на красоте. Да, то, о чём вы как раз и говорили, да? Ну, а ещё можно сделать шаг вперёд. Потом можно эти фотографии, да, вот опять-таки, у меня знакомый в Фейсбуке, он похвастался тем, что он съездил в страну, делал фотографии, да, даже с людьми, без людей, да, просто красивые места, еда, эмоции, а потом издал книгу. Книгу. Представляете, у него своя собственная книга есть, да, например, там, «Моя Италия». Я думала, что он посоздал календарь или стая календарь из месяца, а он пошёл ещё дальше, какие-то великолепные идеи. Зато так приятно, да, потому что, когда у вас просто фотографии вашего летнего отдыха или же семейные фотографии где-то вот в электронном варианте, это одно, когда вы там заберётесь в эту папку, да, когда вы там всё это посмотрите, да, а здесь вот, пожалуйста, прямо ощущаешь, вот так я провёл лето. А, кстати говоря, для тех, кто в отпуск летом не едет, тоже фотоаппарат, красивые места нашего города и области, и издать книгу маленькую с фотографиями. Моё лето в Кирове. Моё лето. Моё рабочее лето в Кирове, моя маленькая жизнь. Отлично. Ну и ещё, знаете, вот мне всегда, ну, по крайней мере, мне это помогало, да, я надеюсь, что я такая не одна, когда у меня конкретно на каждый месяц есть какая-то задача. Вот именно задача, да, например, там, я в июне, да, знаю, что я научусь, не знаю, там, плести макраме, образно говоря, да. Да, действительно, это очень сильно и очень круто. Да, а в июле я обязательно буду ходить, там, например, заниматься глиной, ну да, то есть керамикой. Мне кажется, да, что вот те, кто работает, это очень хороший выход, потому что вот оно, осознанное наполнение себя, и потом осенью за чашечкой горячего напитка вот можно об этом рассказывать. В этой кружке керамической, да? Да, 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 что вот я так провёл лето, вообще это очень здорово, кстати. Кстати, опять-таки, если вы всё-таки уехали куда-то в отпуск, да, не забудьте из той страны или из того города или из того места, где вы были, что-то такое с собой привезти. Может быть, это недорогостоящее, но то, что действительно будет напоминать вам о ваших эмоциях, о ваших приключениях, о вашем отдыхе. Вот мне, например, очень нравится, я из Черногории привезла такого барана, овна, да, такого круторогого, я бы так сказала, и он сделан из камня. То есть вот в Черногории есть такой народный промысел, когда люди из горы берут камень, потом его обрабатывают и делают из него какую-то фигуру. Потрясающе, он у меня занимает великолепное место, такой интерьер, украшает мой интерьер, да. Кто-то, например, я знаю, с удовольствием приводит какие-нибудь скатерти, да, которые опять-таки создают уют и атмосферу в доме. И таким являются, выражаясь психологическим языком, якорь. Якорь, да. Приятный, ресурсный, наполняющий. Угу, когда вспоминаешь, да, об этом, тебе вдруг становится так приятно, и ты понимаешь, о, а лето, вот у меня лето уже было, так что я не буду особо сильно печалиться, если вдруг оно в нашем городе не случится. Ну, что же ещё может современному человеку, который, вот не замечает даже, вот как некоторые говорят, от Нового года до Нового года живём, да, от понедельника до понедельника. Какие ещё у нас есть такие ресурсные моменты, на которые стоит обратить и взять их себе? Я готова поделиться. На самом деле, когда вот от Нового года до Нового года человек живёт, это, в принципе, такая тема, ну, неосознанность, возможно, это тема трудоголизма, то есть в любом случае это такая история избегания жизни. Реальной жизни. Реальной жизни, потому что наша жизнь реально чем? Она реальна эмоциями, она реальна впечатлениями, и одного умственного проживания, да, прочитал что-то, всё понял, или подумал о какой-то ситуации, всё понял, а эмоции не прошли, они не протекли. Вот это не про нашу жизнь. И я как психолог могу сказать, что это не поможет. То есть наша жизнь про эмоции. Поэтому те, кто склонен вот так замыливать эту историю, что может помочь? Вечером, ложась спать, вспомните пять приятных ситуаций, которые вас как-то порадовали, или пять историй, событий, за что вы можете сказать «я молодец». То есть саму себя поблагодарить, да? Да, самому себя в конце дня, перед сном, прямо уже лёжа в кровати, поблагодарить. Я сегодня был вовремя там-то, я вовремя пообедала, я успела погулять, я сегодня заметила, что распустились тюльпаны вот там-то в парке, да. Это могут быть прямо мелочи-мелочи, а может быть что-то очень серьёзное. Я сегодня наконец-то позвонила туда-то, или я наконец-то завершила работу с этими документами и куда-то их там отправила, куда нужно. И я молодец, и много-много знаков и склицания, да? Да, да, да. Это поддерживающая такая форма. Да, очень поддерживающая, ресурсная, которая позволяет понимать, что я живу эту жизнь, я прожила этот день, он был у меня успешный вот в этих вот моментах, и тогда начинаешь замечать каждый день. Это очень помогает. И ещё, мне кажется, ничто не мотивирует, ну, по крайней мере, меня, и не радует так, когда у тебя есть чувство завершённости, да? То есть, например, если ты чувствуешь, что у тебя уже тянутся какие-то дела, какие-то вопросы нерешённые очень-очень длительное время, да, то почему бы лето не сделать тем самым сезоном, когда ты можешь просто поставить точки во многих вопросах, да? Да, и иногда кажется, что какие-то дела прям я не готова завершать. Тогда внутри себя нужно просто сказать, что я понимаю, что я это не доделаю никогда. И я разрешаю себе этого никогда больше не делать. Я закрываю эту историю, и я от неё освобождаюсь. Это как? Договариваться самим собой? Договориться осознанно, да? А если и это не помогло, то есть вы проговорить проговорили, а внутри прямо чувствуете, что нет, что-то там не завершилось. Тогда, значит, надо взять это дело и доделать. Просто вот прямо написать список, да, что я на этой неделе такого-то дня, такого-то числа, до такого-то времени, то есть обязательно поставить чёткий дедлайн, делаю только это дело. Вот только это и всё. И ваша задача его сделать. И когда вы его сделали, отметьте это событие. Как это можно сделать? А вы просто пьёте чашечку чая дома и празднуете. То есть вы не просто чай заливаете в себя, а вы празднуете, что я это сделала, и я молодец. Потому что вы завершили незавершённость, и ваша энергия теперь уже прибыла внутри. Сил больше, настроение выше. Следующий по списку. И тоже ставите чёткий дедлайн. Только вот ещё это маленькое дело и всё. И даже если оно кажется тебе совсем неприятным, ты понимаешь, что вот его нужно завершить обязательно. Да, только вот это и всё. И снова ставите. И снова себя хвалишь. Да, день, время, дедлайн должен быть обязательно. Он очень помогает, нервная система уже. Вы написали, вы это увидели. Психика работает, вы всё равно это сделаете. И когда вы это сделали, отпразднуйте. Это будет точка завершения. Похвалите себя, потому что это очень важно. Мы уже большие, все тёти и дяди. Мама с папой нас не похвалят. Да, поэтому надо самим себе помогать, да? И это работает на 100%. Похвала мамы и папы работает, конечно, но процентов на 20 уже. Да, говорят, что после 35 уже не надо какую-то стороннюю похвалу. Да, ты уже сам себе в состоянии сказать, ах ты хороший парень. Или так, классная девчонка, надо тебе помочь. Вот вчера с младшим сыном читали сказку про паровозик из Ромашкова. Я думаю, что очень многие с удовольствием смотрели этот мультфильм. Помните, там самый чудный паровозик, да? Он всё время опаздывал, потому что его отвлекали разные вот такие жизненные проявления, да? И кто-то даже ворчал и говорил, ах, мы в очередной раз опоздаем. А он говорил, нет, нет, нет. Но смотрите, если мы сейчас не услышим пение соловья, то мы опоздаем на целую весну. Если мы не посмотрим и не насладимся красотой этих ландышей, то мы опоздаем на всё лето. А если мы не будем любоваться закатами и рассветами, то мы можем опоздать на всю жизнь, так как каждый закат и каждый рассвет – это неповторимое явление. Это правда. Поэтому, вот смотрите, эти сказки даже мы детям своим читаем, да? Почему же мы о них забываем, когда становимся взрослыми? Я вот просто призываю сейчас всех слушателей нашей программы «Практическая психология» наслаждаться каждым мгновением, каждым явлением этого прекрасного лета и, конечно же, верить в свои собственные силы, строить планы, осуществлять их. И если даже кто-то в чём-то разочаровывается, не забывайте о том, что никто вам не мешает вновь очароваться. Это правда. Ну и в завершении нашей программы, Оля, наверное, какие-нибудь пожелания нашим слушателям? Моё пожелание – обязательно действуйте. А не просто мечтайте. Правда. Отлично. Это была программа «Практическая психология». Сегодня о том, как прожить правильно, ярко, насыщенно это прекрасное лето, чтобы оно не прошло мимо нас с вами. Мы рассуждали с Ольгой Счислицевой, неопсихологом и корпоративным тренером. Ну а я желаю вам хорошего настроения, крепкого здоровья и отличного времяпрепровождения. Всего доброго.